Здравствуйте! Приглашаю вас присоединиться к занятию Дома с Гаммой. И сегодня мы будем рисовать фломастерами. Рисовать будем смешные картинки, но не просто нарисуем картинку и всё, а сделаем из них такую занятную штуку, которая называется агамограф. Это картинка, которая выглядит вот так в расправленном состоянии. А когда мы её поворачиваем под определённым углом, сложив гармошкой, мы видим, что картинка приобретает смысл. Вот здесь у нас рыбки поплыли, подводное такое царство. А здесь то, что над водой, парусник. Сейчас сложим удачный и ещё раз покажем. Ну вот наш парусник. И с чем я столкнулась? Тем, что детям, особенно маленьким детям, вот если сразу дать такую картинку распечатать из интернета, да, и сказать, что вот, раскрасть, они не очень понимают, что с этой картинкой происходит. И в то же время, за что я их люблю, они очень хорошо развивают пространственное воображение. Поэтому мы сделаем такой агамограф сами. И сделаем мы весёлого котика и весёлую собачку. Сначала нарисуем эскиз. Работаем сегодня на обычном альбомном листе. Ничего не придумываем. И рисовать мы и котика, и собачку будем из вот такой фигуры, которая называется трапеция. Так, сначала нарисуем котика. Делаем ушки. Голова. Котик у нас будет совсем смешной. Это глаза, не удивляйтесь. Здесь будет нос. У меня кот улыбаха. Без усов никуда. И лапки. И, конечно, красивый кошачий хвост. Так, лишнее подотрём. Вы можете нарисовать своего котика, какой вам больше понравится. И теперь рисуем из этой же трапеции. Рисуем собачку. Значит, у собачки мы сделаем вот такие ушки. Делаем два больших круга. Но это будет мордочка. Здесь нос. Здесь пусть такой розовый язычок торчит. Глазки у собачки маленькие будут. А лапы большие. И весёлый собачий хвост. Вот такая собачка. И теперь обведём всё это фломастерами. Обратите внимание, совершенно замечательные фломастеры. Широкие. Их удобно держать в руке. Прозрачный колпачок. Если в него подуть воздух проходит, это значит, что он безопасен соответствующим требованиям безопасности. И очень хороший стержень. Значит, как мы проверяем у фломастеров хорошие стержни вообще? Мы надавливаем фломастером. И если стержень не уходит внутрь, а я сейчас надавила достаточно сильно, это говорит о качестве фломастера, о его антивандальности. И что если дети начнут фломастером изо всех сил давить, то ничего с фломастером с нашим не случится. Второй момент, который мне очень нравится во фломастерах гамма. Вот смотрите. Достаточно длинный стержень. И если я рисую, поставив фломастер практически вертикально, у меня получает тоненькая линия. Но если я кладу его вот так на бок и начинаю штриховать, вот смотрите, вот такая линия, да? И вот такая линия. Видите? Вот толщина у этих линий разная. И я, положив фломастер, могу закрасить сразу большую поверхность. Вот собака у меня будет черная, с черным носиком и с розовым язычком. Розовый язычок делаем розовым фломастером. Ну, такие картинки совсем простые, мультяшные. С ними нравятся даже очень маленькие детки. Ну, вот такая вот собачка. А котик у нас будет рыжий. И рыжий цвет мы передадим оранжевым фломастерам. Здесь у нас целиком идет лишнее туловище. лапки. Хлопастер. Ну, пусть у него будет коричневый нос, коричневые усы и зеленые глаза. Смотрите. Фломастеры не протекают на обратную сторону. Это очень удобно, если дети будут рисовать школьники в каких-то своих рабочих тетрадях или в тетрадках просто. Это хорошее качество фломастера. Когда он не протекает на другую сторону. Котик у нас будет полосатый. Здесь полосочки будут пошире и грудки они будут поуже сходиться. И на хвосте тоже сделаем полосочки. Вот такой вот забавный котик у нас получился. И теперь, что мы будем делать? Мы будем делать наш гомограф. Значит, я знаю, что лист у меня шириной 29,5 см и половина 29,5 см это 14,3 четверти, так скажем. Я беру такую широкую линейку. Чем она удобна? Тем, что я сразу по одной линейке могу нанести две линии. 14,75 или 14,3 четверти. Либо можно сложить просто лист пополам и поделить его. Ну, просто сложив. Я пока порисую. И откладывать я буду по 4 см на каждую полоску. Но поскольку у меня еще будет сгиб, я буду откладывать по 4 см и 1 мм. То есть чуть-чуть побольше оставляю место на сгиб. Полоски я таких буду делать три. Это у меня удобная прозрачная линейка, которая мне позволяет видеть сколько я отступаю. И мне не нужно ставить две точки, чтобы их потом между собой соединить. Раз, два, три, четыре. И еще чуть-чуть. И теперь в эту сторону делаю четыре полосочки. Откладываю этот лист. И теперь беру своих собачку и кошечку. Примерно сантиметр отступаю от края. Ну, может быть, чуть побольше. Давайте сантиметр и еще одну деленец. Вот здесь. Это 1,25. Здесь еще удобно. Можно так прямой угол выставить и сработает. И здесь я буду делить четко по 4 сантиметра. Дорогие дети, кто еще не изучил сантиметры, пригласите, пожалуйста, родителей. Кто еще не знает, как пользоваться линейкой, родители вам с удовольствием помогут. А здесь я делаю ровно 4 сантиметра отступа. Потому что здесь я буду разрезать. Вот у меня три полоски получились. И точно так же поступаю с котиком. Так, отступаю. Небольшое расстояние от края. Оно мне будет не нужно. И снова по 4 сантиметра отделяю. Так, линейка мне больше не нужна. Теперь мне нужны ножницы. Смотрите, многие дети не любят резать. Говорят, а у меня криво, у меня не получается, у меня не ровно. Чтобы отрезать линию ровно, смотрите, что надо сделать. Я беру, настраиваю ножницы, надрезаю. И вот чтобы мне отрезать ровно, я должна кончик ножниц нацелить ровно по линии отреза. То есть я смотрю при отрезании не вот сюда, на ту часть, которая у меня на бумаге, а вот сюда, на кончик ножниц. Еще раз показываю. Настроилась. Поставила ножницы. Проверила, правильно ли они у меня стоят по линии отреза. Соединила с линией и режу. Все время смотрим на кончик. И тогда у нас получается очень ровный отрез. Вот так. Отрезаем три полосочки. И не делайте вот такие вот мелкие движения. Когда вы делаете мелкие движения, у вас взгляд сосредоточен здесь. А нам нужно, чтобы взгляд у нас был вот здесь, вот на кончике. Всегда режем от себя. И никогда пальцы под ножницы не суем. Держим бумагу, которую отрезаем за край. Лишние линии вот здесь можно убрать пластиком. Так, вот эти полосочки нам не нужны. Так. И то же самое делаем с собачками. Так. В принципе, имея достаточно количество времени, можно создавать сложные картинки, рисовать фон, зарисовывать облака, рядом с собакой какую-то будку сделать, рядом с котиком, я не знаю, дерево или то, что находится за птичкой, делают разные пейзажи, весеннее дерево, осеннее дерево. Так, нарисовали, разрезали, лишнее убираем и теперь нам понадобится клей. Берем наш лист основу и смотрите, что будет. Значит у меня будет котик, котик, котик. Перемешиваем наши полосочки через одну. Собачка, собачка, собачка. И вот если сразу дать ребенку такие полоски, он может даже не разберет, чего куда надо поставить. А если мы сами делаем эти картинки и сами понимаем, как наш гомограф собрать, то дети очень быстро это все понимают. Ну и давайте я, наверное, сразу сложу лист, чтобы потом еще раз свои линии изгиба не заклеить. И вот смотрите, как удобно ровно складывать. Берем линейку и по линейке листок вот так вот проминаем. Таким образом мы уже другую линию не замнем. Просто вот намечаем эти линии изгиба. Вот так вот. Ну а это с этого края. На маленькой. Так. И теперь согнем уже в те стороны, в какие нам надо. Одну сюда, одну туда. То есть одна у нас сохранится, так как мы ее сгибали. А следующая будет в другую сторону. Но опять же сгиб у нас уже есть, поэтому мы по этому сгибу спокойно так все разминаем. Вот такая гармошка у нас получилась. И теперь мы берем клей ПВА. Конечно же компания ГАММА. Размешиваем его немножечко. И начинаем клеить. Чтобы не запутаться, не забываем, как мы сложили. Собачка, котик. Собачка, котик. Собачка, котик. И заклеивать мы будем... Вообще по правилам наклеивают... Клей наносят вот на эту часть. На ту, которую приклеивают. Но поскольку у нас деталь прямоугольная, мы будем заклеивать ту часть, которая у нас большая. Так. Наносим клей. Достаточно нанести его по краю. И приклеиваем деталь. Поскольку я для деталей брала расстояние чуть больше, чем отрезала полоску, она у меня замечательно сюда приклеивается. Так. Берем вторую часть. Промазываем клеем. Не беспокойтесь, что бумагу немножко повело. Это от того, что клей жидкий. Бумага высохнет и натянется. Так. Клеим вторую деталь. Следующая деталь. Здесь подклеим получше. Чем хорош клей ПВА? Он при высыхании становится прозрачным. Третья деталь. Это собачка. Третья деталь. следующий котик и еще одна будет собачка и последняя деталь и 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 последняя деталь котик и 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 у нас не топорщатся и не отскакивают и так проверяем что же у нас получилось тогда здесь собачка а здесь а здесь котик вот такая история мы можем дорисовать собачке косточку можем нарисовать котику мисочку с молоком ну давайте это сделаем да у котика будет такая мисочка в мисочке будет молоко налито собачки будет косточка лежать молочко белое мы так обозначим что она здесь есть вот цветы на нем немножко голубые ну и наслаждаемся результатом смотрим веселим друзей родных и близких придумайте смешное имя для котика придумайте веселую кличку для собачки не пришлите нам не забудьте хэштег дома с гаммой ждем ваших работ всего доброго до свидания